всем привет сегодня я хочу представить вам вот этот девайс это rme advanced remote control и предназначен для управления виртуальной консолью аудиоинтерфейсов rme в данном случае babyface pro да у нас есть классная виртуальная консоль вот я мышкой запущу вот она довольно функционально здесь можно что-то менять мышкой да гейн менять настаивать те или иные параметры для той или иной сцены записи включать там режимы моно и прочие дим но все это нужно делать мышкой соответственно мы переходим из окна редактора в окно консоли и должна здесь что-то делать мышка у нас занимается уже не проектом а консоли это не всегда удобно точнее сказать вообще неудобно это устройство позволяет нам менять настройки консоли без необходимости ее открывать то есть мы программируем и дальше просто переключаем у нас меняются настройки как это делается то есть изначально мы запускаем консоль и с помощью этих клавиш программируем те или иные снапшоты да вот смотрите сейчас я буду нажимать эти клавиши у меня соответственно будут меняться настройки моей виртуальной консоли моего виртуального микшера сцены для той или иной записи да сегодня нужно это записать у меня такие настройки такие 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 или скажем можно не менять настройка прописать скажем разные день для записи то есть здесь 24 здесь у нас становится уже меньше тут еще меньше тут еще меньше вот да то есть артист поет куплет тихо мы день погромче делаем припев громче день потише чтобы не лезть консоль мы просто отсюда меняем уровень запись без необходимости запускать консоль очень удобно кроме этого здесь есть переключатель моно да и мы можем перейти в режим моно опять же без необходимости запускать консоль мышкой сюда идти нажимать здесь моно нет зачем у нас работает наш проект мы просто нажали эту клавишу и у нас зазвучало моно нажали еще раз зазвучало стиль понятно что у вас все там звучит моно потому что на телефон пишем но в принципе я думаю понять дальше у нас есть возможность управления громкостью причем она довольно обширная интересная если изначально этот регулятор регулирует общую громкость то при нажатии volume f1 он регулирует уже громкость наушников то есть я нахожусь например в проекте захотел свести в наушниках да мне не надо открывать эту консоль я проекте нахожусь убрал громкость общую нажал volume 1 и поднял громкость наушниках и у меня в наушниках зазвучала музыка с той громкости с какой он мне нужно все находясь в проекте без необходимости еще раз бы запускать консоль вот но это не все кроме этого у нас есть volume 2 которую мы настроили для того чтобы регулировать громкость уже наушниках в кабинке для артиста чтобы ему было комфортно петь все отсюда то есть опять же мне не нужно запускать консоль я работаю пошел сюда мышкой нашел пошел сюда мышкой что-то двигаюсь зачем ничего не нужно делать у меня работает я просто нажимаю volume 2 и поднимаю эту громкость которую необходимо артисту тише делаю тише громче сделаю вот и все возвращаясь сюда и это у нас становится громкостью общем но это не все кроме этого здесь есть клавиша спикер и b которая переключает мониторы студии да то есть и работают основные б дополнительные вспомогательные мониторы и соответственно при и у нас этот регулятор регулирует громкость основных мониторов есть нажимаем спикер b у нас регулируется громко старых мониторов работает в режиме как так то есть так одни мониторы так другие мониторы так и в режиме push я не буду перепрограммировать эту кнопку я вот на этой примере этой кнопки покажу то есть пока нажали одни мониторы держим отпустили другие мониторы то есть иногда так тоже удобно работать любую кнопку клавишу можно настроить в любом режиме пойдем дальше вернемся не вернемся перейдем вот к этой же кнопочки которые сейчас нажимала эта кнопка толпы кнопка которая включает связь с артистом кабинки очень удобно да то есть во время записи мы общаемся отпустили перестали общаться как на обычной консоли в студии но пальцем это делать не всегда удобно так как мы находимся в нашем редакторе руки заняты мышкой клавиатурой и тянуть руку сюда не всегда удобно поэтому здесь есть гнездо для подключения педальки по типу сустейна педалька ставится на пол наша рука на мышке другая на клавиатуре мы находимся в окне редактора что-то надо сказать артисту нажали на педаль сказали отпустили вернулись нормальное воспроизведение согласитесь очень и очень удобно но и это не все если вот этого всего вам мало любую из этих клавиш вы можете настроить так как вам хочется запускаем total mix control total mix настройки и оси and key commons и вот здесь для любой из этих клавиш можно настроить любую функцию доступную в этой виртуальной консоли то есть все что нам необходимо когда-то мы можем выставить на ту или иную клавишу и дальше вызывать это с помощью простого нажатия без необходимости выходить из окна редактора запускать эту консоли что-то там здесь накручивать что получается вот такой маленький девайс который в принципе не очень дорого стоит но который очень сильно упрощает работу который позволяется за не позволяет заниматься творчеством они копанием там мышкой в этом микшере до с помощью каких-то там движений что-то там делать то есть мы остаемся в окне редактора просто переключаем те или иные режима удобно комфортно и красиво и поэтому всем обладателям счастливым обладателям авиаудио интерфейсов от rme я обязательно советую купить вот это маленькое устройство обзор получился немножко такой тянучий возможно потому что время уже три часа ночи и язык немножко заплетается до хочется спать но мне очень хотелось поделиться вот этой новостью поэтому я сделал этот мини обзор всем привет и кому спокойной ночи кому доброго утра пока пока